Жители города Ош сегодня не смогли проехать к самому сердцу южной столицы. Упершись в бетонные заграждения, прочитали, что центральную площадь города закрыли на два месяца. Это значительная часть улицы Ленина. Площадь закрыли в связи с реконструкцией. Ею займется небезызвестная в Кыргызстане строительная компания China Road. О ремонте договорились еще в 2016 году, когда был подписан меморандум между мэрией и китайским подрядчиком. В данный момент дорога закрыта от вечного огня до сельхозинститута. Будет полностью снят старый асфальт и уложен новый. А также будет отремонтирована вся ирригационная система. Решетки на рыках заменят на более качественные. В общей сложности капитальной реконструкции подлежат 9200 квадратных метров. Китайские партнеры подсчитают все и составят смету. После станет известно, в какую сумму вся эта работа обойдется. Но бюджет города не потратит ни копейки. Все будет отремонтировано за счет гранта, предоставленного Китаем. Компания China Road обещает закончить объект до середины августа. На все про все три месяца. Срок небольшой, если учесть, что на данный момент нет даже сметы расходов. Опасаются жители Оша из-за качества. Ведь China Road & Bridge Corporation не впервые берется за реконструкцию дорожного полотна в нашей республике. Именно она занималась строительством стратегической автодороги Бишкек-Нарын-Торугард. Ее протяженность 540 километров. Однако, отечественные специалисты не раз заявляли, что делалась она некачественно. Технологический процесс нарушался. В итоге, на некоторых участках успели появиться трещины еще до того, как трасса была полностью завершена. Так или иначе, это серьезный подарок Китая Ошу. И надо отметить, не первый. Два года назад Ошскому градоначальнику консул Китая в Оше подарил новенький джип. Тогда этот подарок стал предметом бурных дискуссий. Общественность была озадачена. За какие такие услуги Айтмамат Кадырбаев получил машину в дар. И что обещал китайским дипломатам или может уже отдал взамен. Чуть погодя выяснилось, что мэрия предоставила в пользование китайскому консульству здание, расположенное прямо на центральной площади Оша. Дорогостоящий дар со стороны иностранных дипломатов породил немало подозрений. Понятно, что подобный дар может обозначать некое неформальное обязательство. Невольно возникли мысли о том, что же они хотели взамен. Мэр города, будучи представителем государства не имел права брать такой подарок. Когда возникнет необходимость вести переговоры на уровне, этот подарок может создать конфликт интересов. Помимо реконструкции центральной площади, китайское консульство строит медицинский центр. И его на безвозмездной основе обещают передать муниципалитету города Ош. Стоимость медобъекта – 1 миллиард 800 миллионов Сомов. Гульджан Алтмышпаева, Бегджан Токтусунов, НТС ОШ.